В прошлой программе мы показали вам столицу Южной Кореи, город Сеул. Современный динамичный город с многовековой историей, бережно хранимой корейским народом. Сеул со всемирно известными развлекательными парками Lotte Old и Everland, с элитными ресторанами и самобытными базарами, с уходящими ввысь небоскребами и душой города улицы Инсадон. А теперь, попрощавшись с Сеулом, наша съемочная группа летит на райский остров Чеджу. Добрый день. Наш самолет совершил посадку на Чеджу, в самом южном острове Южной Кореи. И сегодня весь наш рассказ о нем. Все, я пошел, нас встречают. Чеджу – единственная островная провинция в стране с наиболее чистой и хорошо сохранившейся природой. Этот остров входит в 10 лучших в мире мест отдыха, которые посещают свыше 5 миллионов человек в год. Чеджу-до – это гигантская базальтовая скала, образовавшаяся в результате вулканической деятельности. Величественным напоминанием об этом служит потухший вулкан Халасан – самая высокая, 1950 метров вершина в Южной Корее, вздымающаяся в центре острова, а также 360 других вулканов поменьше – скал, бухт, заливов и красивых пляжей. Их непременные атрибуты – белоснежный песок, идеальная чистота, горное окружение, отсутствие поблизости шумных автострад и городской застройки. Остров Чеджу – это не только остров с уникальной природой, но и с интересной местной культурой. Про остров говорят, что это остров трех изобилий, на нем много камней, женщин и много ветра. Еще это остров трех отсутствий. На острове Чеджу нет привычных ворот. Здесь вместо ворот используют вот такие вот три палки, которые указывают, можно ли войти в дом или нет. В данном положении это означает, что в доме хозяина нет, а дом пустой. Вот это вот положение означает, что хозяин находится где-то далеко от дома, несколько часов. Две палки опущены, значит, что хозяин находится где-то в часе от дома. Если все три опущены, значит, можно войти, все дома. Другие два отсутствия – это нет воров и нет нищих. Все друг друга хорошо очень знают и уважают. Остров вулканического происхождения и много, что на нем сделано из вулканического камня. Дома, тротуары, облицовочная плитка, заборы. Живописные ограды вокруг домов защищают посевы от ветра и животных. Эти ограды своего рода произведения искусства. Настолько красива и неповторима каменная кладка в каждой из них. При строительстве не используют цемент, а между камнями оставляют отверстие для ветра. Поэтому в ураганы, которые часто бывают на Чеджу, такие заборы остаются целыми. Жители острова в буквальном смысле выжили на камне, сделав его своим другом и защитником. С давних пор они строили из него жилища, крепости, дамбы. И неудивительно, что главные символы – талисманы Чеджу, каменные идолы Тальхарубаны – сделаны из этого пористого вулканического камня, называемого у нас Пензой. Вот такие харубанчики, местные божества, практически везде. Они охраняют жилища, дают силу хозяевам. Огромные волны, сильнейший ветер, стихия издавна властвовал над островом. Местные жители, чтобы утихонирить разгул природы, придумали каменного деда, стража острова, чтобы он отгонял от островитян все напасть. Было сделано 45 огромных оберегов, которые расставили в разных концах острова. Теперь на Чеджу тысячи истуканов. Статуи от маленьких до огромных размеров можно встретить по всему острову. Поставленный перед входом в дом или крепость Тальхарубан может защитить от самых разных врагов, как настоящих из этого мира, так и нематериальных, из мира потустороннего. На этом острове существует поверье, что молодая женщина, потерявшая нос этому Тальхарубану, обязательно будет иметь ребенка. Наверное, поэтому у него нос такой и сплюснутый. А вот у этого Тальхарубана так просто, нос не потрешь. Большинство Тальхарубанов сделаны руками одного человека, одного большого мастера. Это единственная мастерская на острове по производству Тальхарубанов. Скульптуру главного художника вы можете здесь видеть. Его зовут Чан Кон Ик. За полвека мастер Чан создал из камня более ста огромных фигур и несчетное количество маленьких. На скульптуру в человеческий рост уходит больше месяца. Это он сам своими руками все создает. У него есть, конечно же, помощники, которые делают черновую работу, но идея и основные серьезные скульптуры делает он сам. Он здесь же и живет, здесь и работает. Ему больше 83 лет. Ну что можно сказать? Как мастер заложил, весь парк проникнут ощущением вот этого всего, вот этой натуры. А это попы гостей мастера. О-о-о! Ну все, все, увлекся! Вот это подобие колумбария на самом деле таковым не является. Копии вот этих Талтаро-Харубанов были подарены разным знаменитым людям. Вот, например, вот эта копия Михаила Горбачева, а вот эта копия президента Америки Билла Клинтона. В этом парке-мастерской можно посмеяться над шуточными фигурами, можно узнать кое-что из истории, а можно проникнуться таинственными легендами и преданиями острова. Одно из них гласит, что... После смерти человек попадает в лабиринт, где его встречают злые духи. Он как бы проходит там испытание. И пройдя весь этот страшный лабиринт всех этих страхов, он выходит из него, стучит по этому камню, тем самым извещая Бога, что он прошел этот лабиринт, освободился от всех своих страхов. Ну и вроде как Бог его прощает, и человек попадает в рай. Всегда бы так. Далеко в рай ходить не приходится. Че-джу-до считают земным раем. Весной зацветает горчица, и все поля покрываются ковром ярко-желтых маленьких цветочков. Появляются цветы и на мандариновых деревьях. А осенью здесь, на острове, единственном месте в Корее, вызревают мандарины. За это его иногда называют цитрусовым островом. На острове очень много мандариновых магазинов. Вообще мандарин – это символ острова. Помимо вот таких обычных мандарин, на острове даже вырастили специальный сорт, называемый халабоном, по имени горы, которая возвышается в центре острова. И вот этот сорт, он прям напоминает по своему виду вот эту гору. Из мандарин делают мед, джем, конечно же сок, несколько сортов конфет, спиртное. Как известно, корейцы любят все острое. И поэтому неудивительно, что шоколадные конфеты из красного перца появились именно здесь. Но не только острые конфеты любят корейцы, еще они любят остроту развлечений. Угадайте, что мы сейчас будем делать? Ни за что не поверить. У обслуживающего персонала самая настоящая пилотная форма. Ну, по-нашему, наверное, старший сержант воздушно-военных сил. Я улетаю на большом воздушном шаре. Зачем, не знаю. Куда, не знаю. 20 секунд, полет нормальный. Воздушный шар высотой 33 метра, привезенный из Франции, может принять на борт одновременно до 30 взрослых человек. Он поднимает туристов на высоту 200 метров и остается там в течение 15 минут. С шара виден практически весь остров. Национальный парк Холосан, рисовые чеки, залитые водой с работающим трактором, теплицы. На стадионе футболисты гоняют мяч, школьники готовятся к спортивному празднику. Город Сагвипхо живет своей обычной жизнью. Кто-то куда-то идет, кто-то едет, а на горизонте в голубоватой дымке видны небольшие острова. В целях обеспечения максимальной безопасности шар страхуется из земли толстым тросом. Вроде все просто, но впечатление очень хорошее. Такие развлечения не каждому по нраву, поэтому для ботаников и просто любителей природы создан вот этот парк. Мы находимся у входа в парк Халим. Еще 40 лет назад на этом месте был бы жизненный пустырь. Люди своими руками вспахали, посадили первые семена. Сейчас вы можете увидеть, какая здесь красота. И сюда приезжают туристы со всего мира. Площадь парка 28 тысяч квадратных метров разбита на 16 садов, включая тропический сад, сад вашингтонских пальм, сад декоративно-лиственных растений. Настолько удивительно увидеть посреди южнокорейского острова Чеджу русскую калину. А вот эта красота тоже калина, только другого вида. В этом живописном парке есть также сад камней и сад деревьев бонсай. Вот этому дереву 300 лет. А парку, в котором он расположен, в котором находится, всего 40. Вот эти деревья выращивались в семьях, передавались по наследству целыми поколениями, целыми столетиями. Кроме того, на территории парка под землей пересекаются две пещеры со сталактитами и сталагмитами и с разными породами. Это живой камень. Такое интересное название появилось, потому что когда-то этот камень был наверху, на потолке пещеры. Когда он упал, лежит здесь, и вот вода на него накапывает, соли отлагаются, и он все время растет. Поэтому у него такое интересное название – живущий или живой камень. Этот тип пещер называется лавовые трубы. Такие пещеры образовываются, когда вулкан извергается, и лава, стекая с конуса вулкана, пробивает в толще пород вот такие пещеры. Вы даже можете видеть на ее бортах такие полосы, называемые лавовым шельфом. Пещера, в которой мы сейчас находимся, называется пещерой двух драконов. Вы можете увидеть, как вглубь пещеры уходит хвост первого дракона. Дальше тело дракона впечаталось в свод пещеры и пробороздило вот такую канаву. Более темная порода, испечатлена светлой породой, создавая эффект чешуи. В этом месте голова первого дракона встречается с головой второго дракона. От головы второго дракона уходит тело, далее хвост и скрывается в глубине пещеры. Для корейцев дракон и все, что с ним связано, священная легенда. Поэтому неудивительно, что в этих пещерах они нашли подтверждение реального существования этих сказочных существ. Обычно деньги бросают в фонтаны, если хочешь вернуться опять на это место. Здесь бросают вот такую вулканическую бомбочку, наполненную водой. На территории парка огромное разнообразие как редких, так и часто встречающихся растений. Это плоды местного кактуса, опунция, который растет здесь как сорняк. Из него делают сок, пьют, очень полезно для пищеварения. Ну, во всяком случае, не противно. Я ожидал худшего. А лицо такое, потому что, когда первый раз пьешь, неизведанное, всегда напрягаешься. Для тех, кто боится последствий от дегустации новых блюд, мы предлагаем старый, испробованный русский способ – стопку водки перед едой. Если с собой не прихватили, зайдите в любой корейский супермаркет. Вот эта вот корейская водка называется соджу. Вот это вот соджу с острова Чеджу, называется халасан. То есть соджу, она примерно как сакэ по крепкости, от 20 до 23 градусов. В далекое путешествие могут взять вот такую вот упаковочку. Есть и 35 градусов соджу, да. Но 35 градусов – это не для употребления за столом. Это скорее для приготовления пищи. Еще один вариант – соджу, который используется при приготовлении пищи. Если соскучитесь по водке, скорее можете попробовать и такой вариант. 35 градусов, очень похоже на нашу. Много необычных мест мы сегодня показали, но еще масса интересного ждет вас впереди. Чайные плантации, водопады, женщины-ныряльщицы Хиньо. Всего не перечислишь. Продолжение путешествия по острову Чеджи смотрите в следующей программе. Продолжение следует...